Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваши» очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии первый заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Республики Инна Антонова. Инна Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте! Инна Николаевна, каковы на сегодня основные формы поддержки малого и среднего предпринимательства? Это вопрос, который волнует даже не столько и не сколько предпринимательское сообщество, сколько всю экономику в целом и все население, которое сколь-нибудь интересуется экономической ситуацией. Нужно сказать, что у нас в Республике оказывается целый комплекс поддержки субъектов и инвестиционной, и предпринимательской деятельности, начиная от налоговой поддержки, налоговых льгот, вопросы, связанные с имущественной поддержкой бизнеса, финансовой поддержкой бизнеса, это всевозможные консультационные, информационные формы поддержки. То есть их достаточно много, и воспользоваться ими могут практически... Какие формы наиболее востребованы? Наиболее востребованы, на мой взгляд, все-таки формы, связанные с финансовой поддержкой и с поддержкой, наверное, налоговой. Это все-таки финансовые вопросы волнуют, наверное, большинство. Сколько субъектов по результатам прошлого года, по итогам прошлого года воспользовались вот этими формами поддержки? Всеми формами поддержки в прошлом году воспользовалось более 5,5 тысяч человек, даже больше, где-то 5-700. И если говорить об объеме этой поддержки, более 600 миллионов мы получали средства и федерального бюджета, вкладывали, соответственно, софинансирование из бюджета республики. И, повторюсь, где-то 5700 предпринимателей смогли воспользоваться этими формами. А, допустим, консультации, сопровождение, разработка бизнес-планов – это не пользуется большим спросом? Нет, нельзя сказать, конечно, что это не пользуется большим спросом. Это тоже достаточно востребованные формы. И что касается бизнес-планов, потому что даже если предприниматель обращается за какой-то мерой финансовой поддержки, в любом случае ему нужно либо бизнес-план какой-то составить, либо паспорт инвестиционного проекта. И наши организации, инфраструктура поддержки бизнеса, которые созданы при Минэкономразвитии ЧУФАШИ, оказывают эту поддержку. И если эта поддержка идет в рамках национального проекта, то это для предпринимателей абсолютно бесплатно. В этом году все-таки ситуация отличается от всех предыдущих лет. Пандемия больно ударила в первую очередь по малому и среднему бизнесу. Предприятия торговли, общепита, сфера услуг, развлечений, они оказались, наверное, в самом сложном положении. Вот еще в апреле временно исполняющий обязанности главы ЧУФАШИ Олег Николаев пообещал оказать им помощь. И, собственно говоря, уже с апреля эта помощь оказывается. Вот о каких дополнительных мерах поддержки в связи с коронавирусом идет речь? Меры поддержки с субъектом предпринимательства, особенно пострадавших отраслях, я, можно, буду так называть, оказывались как федерального уровня, так и нашего республиканского уровня. Если говорить о мерах поддержки со стороны федерации, это наиболее востребованные, наверное, были субсидии безвозмездные, которые предоставлялись налоговыми органами в размере 12 130 рублей в расчете на одного работника или на индивидуального предпринимателя. И более 26 тысяч заявлений поступило в налоговые органы. И общая сумма субсидий за два месяца за апрель, за май составила более 730 миллионов рублей. И еще одна форма субсидий до 15 августа налоговые органы тоже принимали заявление на проведение подготовительных дезинфекционных мероприятий. Конечно, не все пострадавшие отрасли могли подать заявление. Как правило, это организация общественного питания для проведения, повторюсь еще раз, дезинфекционных работ. Вот 385 заявлений поступило в налоговые органы, но, я так понимаю, пока выплаты еще не осуществлялись. И было очень много форм поддержки со стороны кредитных организаций, которые получали субсидирование из федерального бюджета на оказание форм поддержки. То, что касается реструктуризации кредитов, предоставления кредитных каникул. Предоставление кредитов под зарплату под 0%, под 2%. Если говорить о кредитных продуктах, то более 2 миллиардов 800 миллионов рублей это только на кредиты под зарплату под 0%, под 2% получили предприниматели. Имущественная поддержка со стороны республиканского бюджета, со стороны местных бюджетов нашей республики была оказана тем арендаторам, которые арендовали государственное или муниципальное имущество. Тоже там предоставлялась и отсрочка уплаты арендной платы. Организации пострадавших отраслей могли получить освобождение от уплаты арендной платы. И общая сумма на сегодняшний день составляет порядка 52,5 миллионов рублей. И заявления еще поступают, продолжают, заключаются дополнительные соглашения. То есть эта форма поддержки пока не закрыта. Какие условия необходимо было выполнить для того, чтобы получить вот эти виды поддержки? Например, субсидии. Для того, чтобы получить субсидии налоговыми, предоставляемыми налоговыми органами, необходимо было, во-первых, соответствовать тому или иному виду экономической деятельности АКВЭДу, так называемому, которые были установлены в постановлении правительства Российской Федерации. То есть именно по этому критерию оценивалась, относится та или иная организация или индивидуальный предприниматель к пострадавшим отраслям. В него, в это постановление, несколько раз носились изменения. Этот перечень расширялся, но, к сожалению, тоже вошли не все виды. Не все объявлющие. Не все удалось охватить. Мы тоже со своей стороны. И наше министерство, и временно исполняющие обязанности главы Николаев Олег Алексеевич от своего имени писал соответствующее обращение в стиральные органы. Что-то было услышано. К сожалению, не все виды вошли в этот перечень. И еще было критерием, во-первых, сохранения численности работников и отсутствие задолженности по налогам более трех тысяч рублей. Ну вот, допустим, как надлежало распорядиться этой субсидии? 12 тысяч с половиной? 12 тысяч 130 рублей. 12 тысяч 130 рублей из расчета на одного работника. А индивидуальный предприниматель получал в расчете, если у него нет наемных работников, он получал в расчете только на себя. А если говорить о дополнительных мерах поддержки, введенных именно в Чувашской Республике? Потому что ведь одновременно с федеральными очень многие регионы, ну, в зависимости от своих финансовых возможностей, они тоже разработали там целые линейки. Да, у нас указом главы Чувашской Республики в мае этого года были предусмотрены меры поддержки. Повторюсь еще раз, это были меры имущественной поддержки, меры поддержки со стороны налогового законодательства. А, к сожалению, прямых субсидий на наказание неотложных нужд мы не предусматривали, потому что, ну, все-таки у нас ограниченные возможности бюджета, мы дотационный регион, но, тем не менее, мы предусмотрели, Минфином Чуваши были соответствующие тоже предложения, упакованные в закон Чувашской Республики о предоставлении налоговых льгот и преференций. Достаточно их такой расширенный был перечень. Это, во-первых, и освобождение от уплаты налогов республиканского уровня, я имею в виду за второй квартал, были продлены сроки уплаты налогов, была введена упрощенная система получения отсрочки по уплате задолженности по налогам, понижены ставки по упрощенной системе налогообложения, была снижена ставка по налогу на имущество. Для пострадавших отраслей я это все перечисляю. В два раза была снижена стоимость патентов в отношении 13 видов экономической деятельности, которая осуществляется предпринимателями. То есть, достаточно такой широкий спектр налоговой поддержки. Насколько активно Ваши подведомственные учреждения включились в работу по поддержке предпринимателей? Наши подведомственные учреждения, я напомню, что они у нас с этого года территориально располагаются все в одном здании, так называемый центр «Мой бизнес», проспект Ленина, 12-Б. Они были тоже на острие атаки, потому что было очень много и обращений со стороны предпринимателей. Не будем скрывать, многие были в растерянности, а что делать, а куда обращаться. И центр «Мой бизнес» тоже взял на себя некую роль такой горячей линии, прямой линии. Помогали и консультировали, и проводили очень много прямых линий с участием и руководителей органов исполнительной власти по территориальному признаку. То есть в прямом эфире любой предприниматель, если у него были вопросы, мог задать и министрам, и руководителям наших организаций. Ну и, конечно же, те финансовые средства, которыми располагают наши агентства по поддержке малого бизнеса, гарантийный фонд Чувашской республики, они тоже направлялись на предоставление в том числе и льготных займов, и гарантийный фонд для пострадавших отраслей тоже снизил ставки комиссии в два раза. То есть они и продолжают, и на сегодняшний день оказывать все возможные меры поддержки. Насколько на этот период, ну, скажем так, сократилась, снизила свою активность выставочная деятельность? Понятно, что никаких не проводилось, но, может быть, просто возникли новые форматы? Новые форматы возникли. Пришлось срочно пересматривать все планы. Очень много у нас было запланировано мероприятий в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и региональные проекты. У нас четыре региональных проекта реализуются в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Было очень много запланированных мероприятий, и пришлось, конечно, пересматривать все графики части мероприятий. Мы перенесли до лучших времен, на третий, на четвертый квартал, ожидая снижения ограничительных мер. Но и очень много мероприятий нам пришлось проводить в онлайн-режиме. Это и касается нашего экономического форума традиционного, и выставки региона сотрудничества без границ, которые мы тоже ежегодно проводили. И день российского предпринимательства мы тоже отмечали в прямом эфире. И всевозможные выставочные мероприятия все сейчас переводилось в онлайн-формат. Это, с одной стороны, немножко, наверное, было непривычно, а с другой стороны, учитывая тот уровень цифровизации, что хотим мы, не хотим этого, но мы живем, как я всегда говорю, в 21 веке и должны уже жить по закону новым, по новым веяниям. И поэтому это тоже интересный опыт, и я думаю, что дальше мы будем только развивать. Все-таки очень сложный период. Сейчас, наверное, основное напряжение потихоньку, постепенно спадает, но, тем не менее, приходилось и в таких частных разговорах слышать жалобы от наемных работников, которым предприниматели, на которых они просто очень сильно сэкономили в период пандемии. Кого-то вынуждали уйти в неоплачиваемый отпуск, кого-то не вынуждали, но и не платили, кого-то вынуждали просто уволиться. То есть много было жалоб к вам? Вот непосредственно к нам, к наше министерство, не скажу, что было много, единичные, наверное, были жалобы, потому что в основном было очень много обращений, я не скрою, было очень много обращений, но, как правило, все-таки они касались вопросов предоставления субсидий, вопросов открытия бизнеса, особенно когда началось поэтапное открытие, было очень много обращений, почему кому-то разрешили работать, а нам не разрешают. Ну, что касается именно нарушений со стороны работодателей, ну, в наше министерство, ну, единичные, наверное, были случаи, по крайней мере, вот, память о ней не врезались. Если говорить, допустим, о тех, которые закрылись, и так уже и не смогли открыться. В общем, много предпринимателей, которые вынуждены были свернуть бизнес, продать его, может быть, заморозить на какой-то неопределенный срок, ну, то есть выйти из игры. Кто оказался самым слабым звеном? Ну, самое слабое звено у нас оказались, это организации в сфере розничной торговли непродовольственными товарами, это организации общественного питания, это организации, оказывающие бытовые услуги населению. Конечно, то, что им такой длительный период пришлось не работать, не осуществлять свою деятельность, естественно, на их финансовом состоянии сказалось. И как быстро они смогут выйти из этой ситуации, пока, конечно, однозначного ответа дать сложно. Будем смотреть, будем анализировать, но для этого, в принципе, для того, чтобы помочь им, и предусмотрены наши меры поддержки, в том числе и финансовые. Я тоже хотела добавить то, что сейчас в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития, которую мы разрабатывали совместно с Минпромторгом России под кураторством министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Валентиновича Мантрова, в этом году, буквально мы ждем уже в сентябре, эти средства, 1 миллиард рублей, придут именно на поддержку малого и среднего предпринимательства. На частях почти половина, больше половины пойдет на предоставление микрозаймов по льготным условиям, по низким ставкам. Нужно отметить, что самая низкая ставка это половина ключевой, то есть 2,12%. И на предоставление поручительств гарантийным фондам в тех случаях, когда предприниматель или организация хотят взять кредит, но не могут обеспечить достаточно залоговой базой. И гарантийный фонд нашей республики как раз подставляет свое плечо. Я думаю, что эти меры финансовой поддержки, все-таки помогут нашим организациям. Потому что все ранее существовавшие тоже сохраняются. Они все сохраняются, да. Надеемся, что все-таки с нашей помощью наши организации ситуацию свою выправят. Повторюсь еще раз, все меры поддержки предпринимались именно, чтобы не допустить такого негативного поворота событий и все-таки помочь организациям и предпринимателям, индивидуальным предпринимателям удержаться на плаву. А дальнейшая поступательная динамика, мы будем над этим работать, предусматривая все новые и новые формы государственной поддержки в зависимости от их востребованности. Буквально в нескольких штрихах портрет предпринимателя, который вышел из этой ситуации с наименьшими потерями. С наименьшими потерями, на мой взгляд, наверное, вышли все-таки это предприниматели-производственники, потому что в основном все-таки их работа не ограничивалась. Безусловно, ограничительные меры сказались в той или иной степени, но, по крайней мере, они могли осуществлять свою деятельность и в деятельность их не приостанавливалась. Это организация агропромышленного комплекса, потому что есть, мы хотим все и всегда, предприятия розничной торговли промышленной, предприятия розничной торговли продовольственными товарами. Пострадала, наверное, больше всего сфера услуг и развлечений. Пострадала сфера услуг, транспорт, сфера услуг, развлечений, гостиничное хозяйство, туристическая отрасль. Инна Николаевна, одно из самых актуальных и самых востребованных сегодня направлений в предпринимательстве – это социальное предпринимательство. Как обстоят дела сейчас в этом направлении? Эта сфера новая для нас. Мы активно включились в эту работу в начале этого года, проводили конкурсные процедуры, отбирали социальных предпринимателей. Законом предусмотрено несколько категорий, как определить, относится ли она организация к социальному предпринимательству или нет. Во-первых, сотрудники, по-моему, 50% в штате должно быть либо слабо социально защищенные люди, либо лица с ограниченными возможностями, либо эта организация производит свою продукцию, услуги для такого круга лиц. Несколько, в общем, критериев. И да, мы отобрали не так много на сегодняшний день. Порядка 5-6 организаций. Но опять-таки тут пандемия несла некоторые свои коррективы. Но все равно над этим мы будем работать, будем проводить конкурсные процедуры. И затем уже по итогам этих конкурсных процедур мы сведения предоставляем налоговые органы, и они уже тот или иной признак в реестре субъектов МСП указывают, относится ли это организация к социальному предпринимательству или нет. Но это сфера новая, интересная, но очень востребованная. И это направление, конечно, нужно обязательно развивать. И хочу дополнительно отметить, что при нашем центре «Мой бизнес» мы в этом году создали специальное структурное подразделение «Центр инноваций социальной сферы», который именно в развитии социального предпринимательства и будет работать, проводя для них всевозможные мероприятия, оказывая им весь спектр услуг, какой только сегодня законодательством прописан. Ну что ж, спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня нашей собеседницей была первая заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Инна Антонова. Спасибо за внимание. Всего доброго.